Варенье, соленые огурцы. А сколько удается из них сидеть? От 200 до 800 примерно в день. У меня 2 года ребенку, я в декрете. Живу на 400 рублей пособия в месяц. Дворником можно устроиться, продавцом магазин. Ну, самые такие вот ходовые профессии, куда можно устроиться. И, ну, зарплата средняя – 1012. У нас закрывается куча предприятий. Я сама являюсь руководителем маленького предприятия. Держу людей, и они держатся за свое рабочее место, потому что понимают, что, уйдя отсюда, если закроюсь я, соответственно, они нигде не смогут, нигде устроиться на работу. Зачем у нас в городе столько сетевых магазинов? Почему? На каждом шагу. А, соответственно, посмотрите, сколько народа там ходит. Откуда у людей столько денег в магазине купить продуктов, если у них заработная плата минимум 15 тысяч рублей? Это они не затарятся просто на эти. Тем более к Новому году им нужно всех поздравить. На каждом шагу, посмотрите, остановка – три сетевика. Остановка – три сетевика. А где покупатели? Где они все? Соответственно, все мелкие магазины вынуждены закрываться. Отсюда освобождают. У нас получается полная безработица. С мелких магазинов они уходят, продавцы, и они, получается, безработные. А пенсионеры подняли пенсию. Соответственно, на пенсию в 60 лет женщина уходит. А до 60 лет где она найдет работу? Кто ее возьмет в 55 лет на работу? Никто. У нас везде в магазинах все, везде компьютеры стоят. Они не знают компьютеров, они даже с телефонами некоторые не общаются. Я рисую печальную картину. Я не знаю, что у нас будет в 2019 году. Это по поводу трудоустройства. И у нас низкий уровень заработной платы. А посмотрите потребительскую корзину. Даже вот в магазин приходишь, как по сравнению с прошлым годом, люди очень экономят деньги. Очень. Они стали меньше пользоваться кредитными картами. Это видно по населению. Потому что они начинают понимать, люди, что они залезают в кредит, им их не выплатить, потому что зарплаты нет. И, соответственно, и получается у нас вот такой вот уровень жизни. Может быть, конечно, я вам все печально рассказала, но это факт, так и есть. Я не знаю, сколько среднее по Новгороду. Я знаю, сколько среднее по Новгороду. Я знаю, сколько среднее по Новгороду, наверное. 18, может. А сколько нужно получать вообще в Новгороде, чтобы нормально жить? Ну, не знаю, мне кажется, 1040-45. У каждого свои запросы.